доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника снова возвращаемся на финансовые рынки продолжаем разбирать фундаментальные фоны события минувшего торгового дня это как они повлияли на динамику тех финансовых активов которыми мы с вами спекулируем друзья не забывайте подписываться на наш канал только так вы будете в курсе всего контента который мы туда добавляем готовится он для вас чтобы вы были осведомлены о всех основных событиях на финансовых рынках и знали с поддержкой опять же аналитики как можно действовать на рынках ну а теперь давайте перейдем к нашему привычному сценарию начнем мы традиционность нефтянки 63 95 это котировки которые на данный момент мы видим по бренду особо ситуация не изменилась однако тот фон который я разбирал для вас вчера подытожив итоги прошедшей недели он остается актуальной и по-прежнему сохраняет очень хороший потенциал отработки для того чтобы нефти в ближайшие дни но максимум недели выстрелила и выросла выше 65 долларов за баррель если новостной фон друзья не изменится мы по-прежнему делаем большой акцент на ближний и восток события которые развиваются вокруг отношениях и не только уже иран и сша относительно ядерной сделки это то что может в конце концов привести к нарушению поставки напомню что ядерную сделку мы с вами затронули не просто так сделать это нам позволил самый ран поскольку они увеличили выше лимитов обогащения урана а в планах в принципе поднять уровень уровень добычи урана собственно до оружейного уровня это значительный риск и уже сейчас поговаривают что вслед за соединенными штатами америки против ирана могут ввести санкции и страны европейского союза скажем так евросоюз ну нужно конечно же понимать что никак на объемах добычи это не скажется а поскольку и с иранскую нефть не покупают но здесь немного другая ситуация если европейский союз ведет эти санкции они скорее всего затронутые возьмут под особый контроль деятельности компаний которые занимаются логистикой занимаются страхованием и банковским обслуживанием в том числе тех сделок которые проводятся ираном с теми партнерами которые по-прежнему покупают иранскую нефть и может быть даже сам актуальная тема это страхование большинство компаний находится в лондоне поэтому как ни крути но санкции со стороны с они имеют очень большой негатив в этом плане и скорее всего еще больше подпортят настроение в самом иране и это отразится на изменение риторики в общем друзья ближний восток это на мой взгляд вообще центральная тема за которой мы по-прежнему должны сейчас следить и даже если в моменте она не отрабатывается в плане роста котировок нефти это не значит то что на этом фоне мы не сможем вырасти чуть позже на этой неделе у нас несколько важных отчетов помимо запасов нефти в сша администрации энергетической информации есть еще и краткосрочный прогноз он завтра выйдет там или даже сегодня друзья прошу прощения забыл уточнить этот момент но в общем если сегодня завтра мы его точно разберем и в четверг пятницу еще доклады международного литического агентства и прогноза опек потому сколько нефти добывается и что в принципе может быть дальше по этому показателю помимо ближневосточной темы поддержку ценам на нефть могут оказывать и решение договоренности страна пик плюс по две действия аналитического пакта в общем хороший фон пока что держать длинные позиции и верить то что котировки могут собраться повыше доллар гена 108 72 на участники рынка продолжают отходить от пятничных нон фарм перлс которые оказали неоднозначное влияние на рынок я думаю что несколько трейдеры перемудрили с ростом доллара потому что с одной стороны да количество новых рабочих мест превзошло ожидания 224 тысячи по факту против прогноза 160 тысяч однако уровень безработицы темпы роста заработных плат оставляют желать лучшего я не хочу путать вас друзья я просто напоминаю что решение по снижению процентной ставки в рамках вид резерва она уже принято но неминуемо в конце этого месяца поэтому если бы были возможности сейчас активно скупать доллар я бы вам о них рассказал но не нужно сейчас попадать в ловушку вот этих избыточных ожиданий по росту просто смиритесь с тем фактом что решение федрезерва может быть частично отыграна но не до конца поэтому доллар со дня на день против иены снова начнет развивать нисходящую динамику тем более что помимо вот ожиданий тех изменений которые произойдут с монетарной политикой федрезерва дополнительное давление на доллар связано со постоянной критикой трампа в адрес американского регулятора и вчерашний день не стал исключением на этой неделе в среду-четверг друзья выступления джерома паула в конгрессе где он будет отчитываться от монетарной политикой проводимых последние полгода и также поделиться планами на те изменения которые будут действовать и произойдут в будущем я уверен то что снова будут сделаны акценты на то что фрс остается предан политики низких процентных ставок точнее вектор уже смещен на смехе смещение экономической политики американский фондовый рынок 2967 пунктов морган стэнли сократил длинные позиции точнее вложение в акции до пятилетнего минимума морган стэнли прогнозирует то что ближайшие три месяца будут для американского фондового рынка крайне удручающими основной аргумент это постоянный пересмотр в лучшую сторону в сторону повышение прогнозов по выручке что совершенно не бьется с реальной экономической картины с показателями и индикаторами макроэкономической слабости буквально всех регионов я абсолютно с этим согласен я давно вам говорил друзья что что-то здесь не так и как минимум американский фондовый рынок это пузырь если вы доверяете позиции морган стэнли то в принципе потенциал коррекции может превысить 10-15 процентов я думаю что эта сделка априори является выигрышной австралии спротив доллара 0.69 57 все ниже правда снижаемся довольно вяло но хотя бы так главное не растем снова мы отбились от сопротивления но 70 она устояла друзья ближайшая цель 0.69 а потом 0.68 доллар канадец установились до планки 1.31 я думаю что участники рынка впоследствии все же вернуться к аргументации того что банк канады примкнет прочим регулятором по снижению процентной ставки это откроет горизонты для еще большего роста пары соответственно ослабление канадского доллара золото 1395 я рекомендую пользоваться текущими уровнями покупать этот актив опять же в расчете на то что в последующем решение федрезерва обвалит курс американского доллара снижение курса доллара приведет к определенным изменениям на рынке облигаций золото при этом автоматом станет менее привлекательным точнее более привлекательным активом и может принести неплохой доход цели в районе 1450 долларов за тройскую унцию сейчас хорошая возможность купить евро против доллара 1 1216 мы копим слабую статистику индикатор уверенности инвесторов сэнтикс продолжает снижаться минус 5 и 8 процента с прошлого точнее пункта с прошлого минус 3 3 мягкий тонн представители европейского центрального банка кире накануне дал нам четкий сигнал того что политика будет смещаться в сторону более мягкого акцента и сейчас есть даже дорожная карта того что произойдет дальше а в сентябре точнее может быть даже в этом месяце мы получим намек о конкретных изменениях которые произойдут в будущем в плане новых инструментов экономического стимулирования в сентябре европейский центральный банк скорее всего снизить процентную ставку и анонсирует запуска программа количественного смягчения в декабре мы получим детали то как она будет выглядеть я думаю что это не меньше 70 миллиардов евро которые будут там уходить на собственно облигации это серьезный агрессивный и мягкий настройки которая обеспечит еще большее снижение курса евро скорее всего европейская валюта уже начала то движение оправленная вниз а которая только будет усиливаться по фунту против доллара пока без изменений котировки 125 10 цели мы сделали новых сделать пока давать не буду друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания